Привет! С вами Дмитрий Слепцов. Эта торговая неделя на срочном рынке прошла под флагом нефти. Ну и доллара, конечно. В моем случае фокус был на нефти и удалось взять восходящий тренд. Итак, что происходило? Сделок было достаточно много, не все из них были прибыльные, но была основная центральная сделка недели по нефти, которая принесла основную прибыль. Ну, кстати говоря, так часто и бывает. Взял тренд, получил прибыль. Первая сделка нефть, точка входа, шорт по 50.48, выход из боковика, потенциальное движение вниз. Это движение начало развиваться потихоньку. Был вот такой резкий выброс, но потом пошел откат и пришлось выходить в небольшом плюсе по 50.43, ну то есть фактически это без убыток. Он сработал и результат плюс 28 рублей на контракт. Нефть резко вниз не пошла. Это вот у нас плюс 28. Далее золото. Резкий выброс наверх, точка входа в лонг после вот этого сильнейшего восходящего движения 12.63.1, но здесь золото не продолжило свой тренд. И вот по 12.61.3 стоп. Поскольку уже достаточно резкое движение, то приходится переставлять стоп на очень маленькое расстояние к текущим ценам. Ну вот он срабатывает. Вот здесь идет разворотный бар. А что такое разворотный бар мы прекрасно знаем. И осуществляется выход с результатом минус 103 рубля на контракт. Минус 103 рубля. Далее снова лонг по нефти. Начинается восходящий тренд. 50.99 осуществляется лонг. Сделка хорошая. Цена продолжила восходящий тренд. И вот здесь я выхожу по 51.06 по соотношению стоп лосс тейк профит. То есть я не жду точку разворота, а ставлю тейк профит. Это не привычная для меня тактика, но я тоже пробую те методы, которые, так скажем, являются не совсем, может быть, психологически комфортными, но они очень интересны с точки зрения результативности. Потому что с точки зрения психологии мне нравится, когда появляется точка разворота, и тогда я выхожу. А здесь, видите, как получается, что ставишь соотношение стоп лосс тейк профит, далее, здесь был один к трем, далее вот здесь идет огромная белая свечка, я фиксируюсь, и когда рынок продолжает двигаться дальше, всегда возникает ощущение, что ну как же так, я зафиксировался, а он идет дальше наверх. Вот тут уже психология, и вот поэтому как раз точки разворота в этом плане лучше работают. Но зато здесь ты взял свою прибыль, и все, и больше тебя ничего не волнует. Взял один к трем, нормально, идем дальше. Итак, результат плюс 290 рублей на контракт в этой сделке. Плюс 290. Золото, повторная точка входа, после коррекции 12.58.9, вот здесь осуществляется вход в лонг, тренд восходящий, попытка взять последующий импульс, в том случае, если он будет. И здесь получается вот такая картина, что да, импульс идет, он небольшой, я здесь не фиксируюсь по каким-либо вот значениям в области текущих цен, просто переставляя 100 в безубыток, ну вот его задевает, 12.59.1 плюс 11 рублей на контракт. То есть прибыли здесь большой нету, просто фактически без убыток. Но дальше, как мы уже видим, ну это кто торгует знает, нефть обвалилась, ой нефть, золото обвалилось, и поэтому этот выход, в общем-то, очень даже кстати был. Если он не осуществился, то пришлось бы закрывать уже больший убыток. Значит, далее, шорт по золоту, вот цена дальше пошла вниз, отскакивает, 12.55.9, осуществляется вход в шорт после коррекции, и эта сделка тоже не заканчивается плюсом, короткий стоп, 12.57.7 выход из шорта, результат минус 103 рубля на контракт. Золото на этой неделе не задалось, по крайней мере, когда я в него входил, тренда не было, потом уже пошел нисходящий тренд, но в этот момент уже была позиция в золоте, в нефти вернее. И вот здесь, вот эта центральная сделка недели, нефть, точка входа, лонгка 51.63, идет хорошее восходящее движение, вот на этом участке была предыдущая сделка, плюс 290 рублей на контракт. И вот здесь снова после коррекции, то есть возобновляется тренд, коррекция, вот здесь осуществляется вход 51.63, резкий выброс наверх, и эта сделка закрывается вот здесь, в пятницу. Продажа по 52.86, после этого нефть начинает корректироваться, в общем-то это получилась достаточно хорошая точка выхода. То есть вот здесь был вход, и вот этот тренд получилось взять с результатом плюс 693 рубля на контракт. Это и есть та самая центральная сделка, и очень важно как раз отстоять тренд, не закрыться раньше, почему мы всегда говорим о том, что тренд твой друг, что важно в него зайти и взять хорошую прибыль. Здесь соотношение стоп лосс тейк профит получилось, тут я выходил при сигнале на разворот, но вот если визуально, то получилось 1 к 6 примерно. То есть очень хорошее соотношение. Так, и по результату, так вот здесь мы начали записывать, так, плюс 28.103, плюс 90, далее вот золото, плюс 11, минус 103, следующая сделка по золоту, и плюс 693, сделка по нефти. Итого, результат недели 816 рублей на контракт. Предыдущая неделя была закрыта в минус, вот эта неделя закрыта в плюс, 816 рублей на контракт. Это очень приличный результат с точки зрения нашей динамики, наших целей по этому фьючерсному счету. Что ж, на этом все. Если данное видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Я желаю вам успешного трейдинга и, конечно, до встречи в следующих видео. С вами был Дмитрий Слепцов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok